Итак, чемпионат мира начался с праздничных церемоний, но нам главная стрельба, так что перейдем к делу. В этом эпизоде я расскажу о ружьях, которые используются спортсменами на чемпионате мира. И здесь будет много всего интересного. Во-первых, самые популярные ружья, но и одно особенное читерское ружье, которое дает превосходство своему владельцу, а вернее владелице. Но обо всем по порядку. На этом чемпионате мира есть несколько характерных и популярных сборок. Разумеется, это в первую очередь ружья на платформе АК. Сайга-12, Молотовский Вепрь и их копии из США или Турции. Российские ружья в меньшей степени требуют обсуждения, потому что вы и так про них почти все знаете. А вот что за копии из США и Турции мы как раз и обсудим. Диссидент Армс. Небольшая американская компания, которая ранее модифицировала экспортированные из России стволы. Но теперь из России импорта в США нет. И они перешли на внутреннего производителя. Это Калашников USA. Калашников из США делает полные копии Сайги-12 и поставляет их в виде заготовок диссидент. И те их полностью перерабатывают. Такая переработка, или я бы даже сказал переосмысление, приводит к тому, что эти ружья показывают колоссальную живучесть. Я лично осматривал ружье, которое имеет на стрел более 300 тысяч выстрелов. Это абсолютно рекорд и для Сайги, и для Вепря. У нас среднее время жизни таких стволов около 40 тысяч выстрелов, плюс-минус. А потом это ружье в утиль. В первую очередь ломается так называемый хвостовик ствола. А до этого еще может разрушиться газовая трубка, шток рамы, рама в месте крепления штока и, конечно, головка затвора. Вот, например, с ружьем от Диссидент Армс стреляет Хэнк Фан, лидер британской сборной. Это пулевое упражнение с дистанциями до 40 метров. А вот стреляет лучший из американских стрелков, Грин Скотт. У него, кстати, лучшее время на упражнение. Ружей от Диссидент Армс на этом чемпионате очень много. Точную цифру не назову, но десятки. То есть в несколько раз больше, чем Сайок из России. Что касается турецких копий АК, то тут они есть у британцев в небольшом количестве. В целом работают неплохо, запиленный самими британцами, своими руками, выглядит коряво. И если, честно говоря, быть придирчивым, то и сам тюнинг несбалансированный. Ружье Армсан. Это копия Сайги, но сделанная в Турции. И в принципе, да, она жестко переработана, но в принципе работает более нормально. Давайте я покажу ее вот так вот вам. Вот участник сборной Британии Грэхэм Гест стреляет из этого ружья. На всем матче у него была пока только одна задержка. Здесь на матче вчера произошел просто забавный случай. У стрелка пополам переломилось ружье прямо во время выполнения упражнения. Без всякого взрыва, без всякого насилия, просто переломилось пополам. А потом судьи с издевкой вставляли ему флажок безопасности в отломленный ствол. Турецкие ружья. Сходные по эргономике с Аэр-платформой, по сути представленными двумя конкурирующими компаниями. Это Дерия и Тайфун. При этом Дерия генеральный спонсор чемпионата мира. И они прилично вложились в этот матч своими деньгами. У них явно большие амбиции на ближайшее будущее. У меня на канале есть обзор этого ствола. И в нем я указываю на достоинства и недостатки МК-12. Тайцы уже более пяти лет активно стреляют из этих ружей и вложили кучу времени в их доводку. Я скажу даже больше. Они вложили душу. По моим наблюдениям ружья работают на твердую четверку. И их тюнинг весьма самобытен и любопытен. В целом Дерия на первом месте по доле ружей на этом чемпионате. Их здесь просто огромное количество у стрелков практически из всех стран. А вот я сейчас возьму и покритикую вот этого стрелка. Обратите внимание, что в этой фотографии все неправильно. Начнем с рукоятки. У рукоятки есть основание, которое теоретически должно поддерживать руку. А оно ее не поддерживает, поскольку отрегулировано неправильно и находится слишком далеко от руки. А такая неправильная вкладка, где приклад упирается черт знает куда, при каждом выстреле заставляет ружье дергаться вправо. Контрафактная копия ДТК Ильина неправильная. Она уменьшена и имеет меньший объем камер. Из-за этого работает не так эффективно. К тому же из-за некачественного изготовления одну из жабер уже и вырвало. Рукоять перезаряжания находится справа, хотя для правши нужно, чтобы она располагалась слева. Ну и неправильное удержание цевья левой рукой. Это вы сами видите. Да-да, пожалуйста. Спасибо за аплодисменты. Вот это основной их продукт, который они предлагают для стрелков IPC. Называется DERIA MK12. На нашем канале два, по-моему, обзора есть по этому ружью. И на тот момент оно работало недостаточно надежно. Были проблемы с магазинами, с ОСМами. Были разные проблемы. Я тогда говорил, что потенциально может работать хорошо, а по факту неизвестно. Сейчас владелец этого ружья ТАИЦ, он работал над ружьем, отполировал, сделал модификации. И ружье работает сейчас, по его словам, без проблем, без задержки. При этом мы видим, что оно отходит от классических представлений. Например, наша SIGA 12 или VEPER 12 скомпонованы иначе. Ну, во-первых, по платформе калашников и арочной это все понятно. Но посмотрите, здесь нет дульного тормоза компенсатора нормального. Но здесь есть портирование ствола, которое должно выполнять роль прижимания оружия. То есть дырки насверлены, и при выстреле ствол немножко компенсируется назад. Здесь насверлена целая куча отверстий, которые часть пороховых газов выпускают, что в целом положительно влияет. Вот здесь у нас скрученный чок, а здесь часть, где насверлены эти отверстия. Вот такое портирование ствола, и оно дает возможность прижимать ствол во время выстрела. Причем дырки сделаны под углом, они не прямые, а просверлены под углом. То есть, ну, в расчете, что будет еще и компенсация дачи. Но ее, конечно, не будет, потому что площадь, на которой опираются пороховые газы на всей скорости, она очень маленькая здесь. Кроме того, портирование ствола добавляет такую интересную функцию. Когда троп в контейнере проходит через канал ствола, давление в этом месте резко снижается. И, ну, осыпь теоретически, они должны были сами это проверить, должна быть получше. А при стрельбе по бабкам это должно помогать. Но эта теория, как на практике, владелец должен хорошенько заехать на стрельбище, несколько дней все это тестировать, подготавливать. Немного других проблем здесь нагревалось цевьё. Здесь цевьё другое поставлено. Посмотрите на эти фотографии и обратите внимание, что стрелки стреляют в перчатках. Это неспроста. Несколько лет назад я приезжал и тестировал это ружье, давал свои советы и указывал на слабые места. В том числе на цевьё, которое перегревается из-за того, что слишком близко находится газовая камера и газовый поршень. Эта проблема до сих пор не решена и решается попутными средствами. Кто-то стреляет в перчатки, а кто-то надевает специальные чехлы. Но в целом цевьё разогревается до некомфортного уровня. И ружьё в целом имеет баланс сильный вперёд. То есть, несмотря на то, что у нас нету большого дульного тормозокомпенсатора, всё равно очень тяжёлое ружьё. И девчонкам, например, стрелять из него не так будет комфортно. Потому что в некоторых ситуациях нужно оставить ружьё перезарядиться. И вся масса отложится на руку. Но, в общем, ружьё вообще не для слабых духом сделано. И мы по ходу этого чемпионата уже поймём, работает Дерия или не работает. Но думаю, что при вложениях, при усилиях она будет работать. А вот Тайфун не вкладывал деньги в раскрутку. Но сделал весьма хорошее ружьё. Большинство из тех, кто из них тут стреляют, отзываются о Тайфуне позитивно. Ружьё очень ружьё. Я видел это два года, без проблем. Просто измонитивно. И я люблю ружьё. Ружьё очень ружьё. Ружьё очень ружьё. Для 1,700 евро, вы получите хорошую ружьё. И второе, почему вы не покупали Диссидент Армс, Сайга, Вапор или что-то? Первое, это прайс. Это просто большая дефресса. Это большая дефресса. Большая дефресса. Большая дефресса. И спаре парт. Что за спаре парт? Спаре парт, это хорошо. И это очень хорошо. Так что это хорошо. Вы можете практичить другие гуси, как ПСС, Пистол или Рифл? Да, ПСС и Пистол, по моему мнению. И что это самое ценное? Для меня, для меня, это шутка. Из новинок обратило внимание наличие нового игрока, ружей от американской компании Genesis, или по-ихнему Genesis. Их тут около десятка и работают они исправно. Правда и цена на них заоблачная. Если их покупают не в США, а в виде импорта в какой-то другой стране, то стоимость начинается от 7 тысяч долларов. На первый взгляд ружье пинается сильнее нормой, и тюнинг на него весьма ограничен. Ну вообще посмотрим, как оно проявит себя в будущем, и пока далеко идущих выводов делать мы не станем. А вот в единичном экземпляре у американцев видел вот это вот страшилище. Не знаю даже как оно называется, но вот этот стреляющий шифонер был у одного из спортсменов. Мне кажется, среди наших зрителей найдется тот, кто точно скажет, что это за модель. Мне казалось это не под силу, но я вас верю. Пожалуйста, укажите в комментариях. Укажите в комментариях. Я ведь вам обещал рассказать про очень необычное читерское... Нет, про читерское ружье пока не буду рассказывать. У нас здесь 3 часа 30 минут. На стрельбище через полтора часа. Подъем в 5 утра. Ну в общем, я хочу понять, вам интересно или неинтересно. Если вам интересно, возьмите прямо сейчас и поставьте лайк этому видео, чтобы я понял. И тогда я, может, сделаю еще один ролик. Подумаешь, ночью не посплю. Вот. Ну, а пока продолжу. Итак, читерское ружье. Я ведь вам обещал рассказать про очень необычное читерское ружье. Но сначала небольшая предыстория. За всех я не скажу, но когда я смотрел на тайские опенские ружья, то внутри ухмылялся. Они казались мне нелепыми франкенштейнами. Длинные, несуразные и неудобные. После чемпионата мира в Венгрии, Италии и Франции, ни один обладатель из этих стволов не выиграл даже самые захудалые медальки. И тут в руках крепкой тайки я увидел очертание подобного ствола. Хе-хе, подумал я. Опять 25. Да купите вы уже, наконец, себе сайгу. Но как же я ошибался. Но на самом деле все не так плохо с ружьями, у которых фиксированный магазин. Все потому, что по правилам здесь может содержаться 14 патронов. Соответственно, на всех коротких и на некоторых средних упражнениях это существенно. А здесь, на этом ружье, очень классная система, где ты перезаряжаешься нажатием кнопки. То есть из одного магазина перетекает в другой при нажатии кнопки. И девушка, которая стреляет от этого ружья, делает это очень быстро. Похоже, что лучшее ружье на этом чемпионате как раз-таки тайский франкенштейн. Нет, я не шучу. Во-первых, тайка по имени Париса уверенно идет с ним впереди всего топа стрелков. Во-вторых, ружье очень надежное, потому что оно собрано на платформе Бенели М2, которая уже проверена временем. В-третьих, это действительно читерское оружие. Теперь все по порядку. На ружье стоит компактный коллиматор Халасан. И стоит он низко на дось у ствола, что позволяет стрелять ей без выноса точки прицеливания на ближних дистанциях. Что есть хорошо. ДТК при всем его дурацком дизайне компенсирует качественно. И ружье не бросает при темповой стрельбе. Магазин установлен специфически. Он имеет телескопическую конструкцию и вмещает 14 патронов. Если зарядить полностью, то вытягивается. А если опустеет, то автоматически укорачивается до длины ДТК. А с коротким магазином гораздо удобнее манипулировать оружием в стесненных условиях. Что тоже есть хорошо. Вот с таким бы длинным веслом пришлось орудовать стрелку, если бы магазин был нескладным. Как вот это ружье. А еще что удобно, у ружья Бенелли М2 есть уже встроенные внутренние сужения. И не надо ничего городить и тюнинговать. И делать это как на ружье Диссидент Армс и покупать его потом за 10 тысяч долларов. И самое главное. Они сломали код правил практической стрельбы. После чемпионата мира в Венгрии в 2012 году, руководители IPC посчитали, что магазинные ружья имеют неоправданное преимущество перед трубчатыми магазинами. И взяли, да и ограничили вместимость коробчатых магазинов до 10 патронов. Раньше в опене можно было иметь барабан хоть на 30 патронов и не перезаряжаться целое упражнение. Но боссы IPC сказали, мол, пусть перезаряжаются эти опенские гады, а то совсем обленятся. И влепили ограничения на 10 патронов. А неотъемным магазинам на ружьях, типа Бенелли, установили лимит в 14 патронов. Так вот, данное читерское ружье получило преимущество сразу двух типов магазинного питания. На старте оно имеет в магазине аж 14 патронов. При этом перезаряжается еще быстрее, чем обычная магазинная Сайга. Я предоставлю вам возможность самим оценить скорость перезарядки на этом чудо-читерском ружье. Париса обыгрывает на данный момент всех девушек и занимает первое место. Да, она очень сильный стрелок. Да, она очень техничный стрелок и прекрасно готова физически. Но ружье дает ей дополнительное превосходство. Ну все, я пошел спать. Хотя нет, на стрельбище надо ехать.